Добрый вечер, в эфире ОРТ, здесь и сейчас. Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу вернулся из Приморского края. И доложил президенту Путину о том, что там происходит с энергетикой. Он говорил о выводах, которые сделала Межведомственная комиссия, о причинах кризиса. Президент назвал виновных. Это РАО ЕС, Министерство энергетики и местные власти. Нам удалось поговорить с Сергеем Шойгу сразу после его встречи с президентом. Поэтому он в студии прямо около Кремля из гостиницы «Россия». Сергей Кушгетович, добрый вечер. Мы с вами встречались 18 декабря. Вы говорили, что последний раз обсуждаете проблемы коммунального хозяйства. Но вот, извините, не получается. Тогда же вы говорили, что главная причина – это теплотрассы и то, что работники муниципального уровня не справляются со своими обязанностями. Сегодня, как я понял, после вашей встречи с президентом, причины названы другие и виновны другие. Что-то изменилось? Ну, естественно, извинилась. Время идет. На тот период это действительно было так. На время нашего приезда 91 тысяча была без тепла. На конец декабря мы вышли на цифру примерно 2 тысячи. То есть почти 88 тысяч людей получили это тепло. Ну а вот в январе уже речь пошла о более серьезном кризисе. И кризисе, связанном в том числе и с большой энергетикой. То есть это разные кризисы? Ну, в общем, да. Президент назвал трех виновных. РАО ЕС, Минэнергетики и местная администрация. С вашей точки зрения, кто действительно виноват? Ну, вы знаете, я в данном случае абсолютно согласен с президентом. И тут нельзя что-то добавить или что-то убавить. Потому что, когда речь идет о проблемах большой энергетики в одном регионе, то это, естественно, влечет за собой. И все последующие вещи, связанные, скажем, с тем, что отключая большую энергетику, мы отключаем, естественно, и подачу тепла от малых котельных, потому что они тоже остаются без света. И были моменты, когда до 300 котельных в Приморском крае оставались без света на 8-12 часов. То теперь ситуация принципиально поменялась. Если раньше шла речь о том, чтобы локализовать местные проблемы с тем, что кто-то с чем-то там не справился, или, как вы говорили, там какая-то у них передел собственности, что-то такое, то теперь еще это об очень серьезных вещах. И вы назвали это разбалансировкой по подаче угля. А можно вот в более понятных терминах, что там произошло? Ну, понятный термин, так сказать, это когда существует резерв топлива на определенный период, и когда вся его подача сбалансирована. Ведь на все станции фактически, кроме местных углей, идут еще угли из фактически пяти регионов страны. И они должны подходить крайне равномерно. И с одной стороны, чтобы успевали разгружать, а с другой стороны, чтобы успевали создавать запасы и резервы. Это первое. Второе. Все это, естественно, должно быть сбалансировано и по железной дороге. То есть, ну, представьте себе, что должно каждые сутки, каждые сутки должно добываться, привозиться, производиться около 40 тысяч кубометров угля для того, чтобы все так или иначе работало нормально. Что такое разбалансировка? Это когда начинаются сбои по какой-то одной нитке, хотя бы по одной, скажем, из нервной гриле, из хоронорских разрезов. Я назову их из регионов. Из Якутии, из Иркутска, из Кемерово или из Красноярска. Оттуда сейчас идет как раз помощь. Да, да, да. То есть, как только появляется сбой, естественно, начинается сбой в работе ТЭЦ, ГРЭС. В одном из своих недавних интервью Ноздратенко назвал причиной всего происходящего закрытие шахт, которые признали в свое время нерентабельными. Речь идет о Лучегорском топливно-энергетическом комплексе. И сегодня там за подписью Чубайса получили обещание вложить туда, дай бог, чтобы не соврать, 500 миллионов рублей. Значит, Ноздратенко был прав? Ну, вы знаете, это только часть правды, не самая большая. То есть, часть проблемы. Она действительно существует, она действительно присутствует. Если говорить о шахтах, то шахты как раз не в Лучегорске. Шахты это объединение приморской уголь. А в Лучегорске это два года назад объединение как раз угольного разреза и самой ГРЭС. Что, в общем, это единственный эксперимент, на мой взгляд, не очень удачный в нашей стране. Вы сказали часть правды, а можно сказать всю правду? Ну, вся правда, она, в общем, в нашем докладе и отчете президенту и правительству. Там действительно очень много разных моментов. Но основные причины это три, и, собственно, о них сегодня уже говорил президент. Это и разбалансировка топливного комплекса, это и довольно серьезное упущение в управлении топливно-энергетическим комплексом края. Это и проблемы, связанные с тем, что с теми самыми веерными отключениями. Ведь основная беда от этих веерных отключений, то, что они происходят неожиданно, и люди абсолютно не готовы к этому. Особенно не готовы к этому коммунальные котельные. Когда они не знают, когда произойдет отключение, оно происходит вдруг, надо останавливать котлы, прекращается подача воды, подача топлива. Ну, представляете весь комплекс проблем. Да, и теплотрассы опять могут ведь замерзнуть. Вот сегодня поступило сообщение, что должны отключить Дальнегорск, Находку и поселок Врангеле. И тогда что? Все, что было сделано, это уже зря ваши люди делали там? Ну, вообще, вот мы возвращаемся к вашему первому вопросу. Может получиться так, что то, что мы делали вот тогда в декабре, и это все, ну, скажем, было нарушено в начале января, Я думаю, что сейчас нельзя позволить делать вот такого рода отключение, потому что сейчас речь уже идет не о финансовых отношениях, речь идет не о том, каким образом налаживать хозяйственные отношения, речь идет о действительно жизни и здоровье людей. Кстати, о финансовых отношениях. Собственно, ну, по крайней мере, сообщают, что с конца декабря в Приморский край поступают значительные суммы денег. Не деньги решают, а что решают? Ну, вы знаете, тут тогда, на тот момент, когда эти деньги были необходимы, решали именно деньги, но, к сожалению, не всем удалось, скажем так, нормально воспользоваться вот той федеральной помощью, которая поступила туда, а поступила действительно немало. В общем, за месяц край получил только по этому направлению почти миллиард. То есть проблема, кто и как их тратит, да? Ну, в общем, да. И этот кто, видимо, вице-губернатор, которого вот сейчас уволили, Виктор Чепик, он как раз занимался вопросом жилищно-коммунального хозяйства, и он уволен, да? Да нет, нет. Я думаю, что Чепик как раз, скорее всего, уволен за то, что, за вот ту организацию работ, которая имела место на момент нашего приезда туда. Что можно ответить жителям Приморья, которые сейчас мерзнут? Что-нибудь о цифрах? Когда, что? Ну, вы знаете, вот, если говорить за прошедшие сутки, то продолжается накопление резерва по углю. Отключений уже трое суток нет. Надеюсь, что их дальше не будет. Продолжается восстановление систем теплоснабжения в домах. За истекшие сутки восстановлено теплоснабжение, по-моему, в 38 домах. То есть, остается чуть больше 100 домов восстановить. Люди продолжают работать, техника продолжает поступать. Все, что касается материальных ресурсов, все есть на месте. То, что касается финансов, тоже практически все вопросы решены. По муниципальным котельным, по мазуту, там резервы топлива, запасы топлива всего на 50 дней. То есть, фактически, почти до окончания топительного сезона. Но, естественно, ситуация остается сложной, потому что все держится буквально на таких, что ли, довольно жестких управленческих рычагах. И срыв по любому из этих направлений, по железной дороге, по отгрузке угля или по разгрузке его, по любому из блоков на вот тех четырех станциях, он, естественно, влечет за собой очень серьезные сбои. Но и это мы постарались тоже минимизировать потери от этих событий. Спасибо большое. Хочу вам и нам тоже пожелать, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство вышло из сферы интереса ведомства, занимающегося чрезвычайными ситуациями. Ну и, соответственно, чтобы проблемы экономики тоже выходили постепенно из области таких понятий, как чрезвычайщина. Здесь и сейчас.